Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Номер 1138. События дня. Ев, 31, 33, 4. Если бы я скрывал проступки мои, как человек, утаивая в груди моей пороки мои, то я боялся бы большого общества, и презрение одноплеменников страшило бы меня, и я молчал бы, и не выходил бы за двери. За 27 января 2019 года, то есть за воскресенье. Вот наше объявление. Сестра умерла, дети четверо с отцом глухонимым. Посмотрите. Люди сами спрашивали, как помочь. Ну вот помощь такая. Вот все данные. Позвонить там по телефону. Гору, это Гуся, Рустик. Мир вам, Агнатий Тихонович, за два дня просчитал Евангелие от Матфея и Марка. За два дня. Вот у меня за два дня в тюрьме я был, когда Новый Завет весь от корочки. Да каждые два дня Новый, это сказать, Псалтыр считал Новый Завет за неделю. Психика в порядке. Молюсь за свои обиды и прошу Господа меня простить и помощи простить мне других людей. Но обиды все равно всплывают, чтобы я не делал, как плохо без Христа жить. Сергей Пупков. Сегодня, 27 января 2019 года, воскресный день, поп, пастырь овец православных отец Дионисий, на сайте храма Антония Печерского города Барнаула, оставил овец своих голодными. Прихожане, в том числе моя мама Валентина Рефьевна, прожили, прождали его с 8 до 10.30 в храме. Но ни отец Дионисий, ни кто другой вместо него не подбогослужения так и не явились. Не позвонили, не предупредили. Как такое вообще может быть? И только в конце сообщили, что отец Дионисий куда-то, не сказали куда, уехал с владыкой Сергием. Марина. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Вы меня случайно удалили из друзей в Мейл.ру. Я вас очень сильно прошу, добавьте меня. Я отправила запрос. Марина Сухорукова. Ну, тут же приняла и Галина Авлецкая. Мир вам, Игнатий Тихонович. Посмотрели ролик, беседа отца Дмитрия Смирнова с Олтером, который последний рассказал об американской минальной комиссии к Митчеллам после принятия семейством, катехизации, православия. Это необходимо учесть в переговорах с вами об их переезде. Да будет воля Божия. А как учесть? Что учесть? Как это повлиять? Ну, и намерения-то большого нет. Потеряю вкуто. Да может быть и незачем тут. Он показал свою усадьбу, так такого у нас нет. Там же тепло, в Миссури, говорит, там субтропический климат. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Хорошо оформлена ваша переписка с Сергеем, с царствием и небесным. Многое забылось из того времени-то. А пробежался глазами по ролику. Вспомнилось скорочечное время дни лукавы. Эфесянам 5.16. Кажется, вот ведь недавно все это происходило. А несколько лет минуло. Храни вас, Христос. Добрый плотник. Спасти Христос, Игнатий Тихонович. Считай, великое дело вы делаете в чат рулетки. Сыновьям показывал ваш пример, как начинать свидетельствовать грешникам. Здесь все. Какие стихи из Евангелия можно применить? Опыт Божьего присутствия в твоей жизни. И плавно подвести к покаянию. Можно сказать, наглядное пособие, некая формула, как привести грешников ко спасению. На днях старшего сына Матвея у меня вызвали военкомат на первую призывную комиссию. Так все там удивлялись ему, как при его возрасте в 15 лет и достижениях он еще верит в Господа. Проповедовал врачам и военному военкома, и присягу принимать не будет. Рост у него метр восемьдесят шесть. Смотри, атлетического сложения, чемпион района по шашкам, второй разряд по шахматам, чемпион Белоруссии по футболу, да еще стал заниматься боксом и уже выступает на турнирах по боксу. Со всей школы входят в тройку лучших учеников по успеваемости. Притом, не пионер. Не пионер. Единственное из класса. Да-да, у нас еще существуют октябряты пионеры. За все благодарю Господа моего и вас за пример мужества и твердости веры. Христос посреди нас, Игнатий Тихонович, сегодня начал слушать вашу аудиозапись о жития святых и немало порадовался столь живой вере вашей. Слава Богу, что все мы, современники ваши, являемся очевидцами милости Божьей истинного служения Богу и Божьего благовествования, а спасители нашему Иисусу Христу, слава Христу. Да воздаст вам Создатель силы, здоровья, долголетия и милости Божьего во всех путях и во всех трудах и заботах о всех нас, свидетелях чуда Божьего. Которое в вашем лице мы повседневно видим и свидетельствуем о вас, Божьем пророке и истинном православном благовестнике. Молю Пресвятую Троицу нашу, чтобы и мы, по примеру вашему, крепились только в вере и в радости о Господе Боге Саваофе. Дорогой Игнатий Тихонович, что касается хулителей вокруг вас, то ради Христа не обращайтесь ни малейшего внимания на них. Они хуляют не только вас, но более всего всех нас, всех сердцем во Христа любящих и вас и Христа. Поверьте, Игнатий Тихонович, кто еще не понял этого, тот, скорее всего, немало содрогнется от того, что имел, но по своей зависти и гордости не признал не только вас, но и Христа. Кто не возблагодарил за вас самого Бога, не покаялся, да уразумит их Господь Саваоф и простит их. Обнимаю вас, дорогой Игнатий Тихонович. Благодарю Бога за милость ко мне, что узнал об истинном посланнике Господнем и дал радость о Христе, о вас, благодарение Богу. Игнатий Тихонович, помолитесь ради Христа о мне грешнем. Благословите меня, Александр Тетюшев, город Бугуруслан, Оренбургская область. Роман. Православие тоже говорит, что только женщина Дева Мария, мир ей, являясь из честнейших херувимов и славнейших серафимов. Такого не достиг ни один мужчина, кроме воплотившегося Бога, слава Иисусу Христу. Дмитрий. Православие тоже говорит, что только женщина Дева Мария, мир ей, являются честнейшей херувим и славнейшей серафимов. Такого не достиг ни один мужчина, кроме Бога, слава ему, Роман Фроликов. Аминь. Ксения, мир всем. Роман, почему тоже не поняла ваши слова в связи с диалогом о подкаблучниках и матриархате? Вот перевод этой молитвы на русский-то язык. Поистине достойно прославлять Тебя, Богородицу, всегда блаженную и непорочную. Матерь Бога нашего, мы недостойны. Ты достоин большей почести, чем херувимы. И по словам своей несравненной высших серафимов, ты без нарушения чистоты родила Бога Слово. И как истинную Богородицу мы Тебя величаем. Евгений, доброй ночи, Игорь Тихонович. Странная поездка у меня получается. Как только приехал, поселился в квартире, при входе висит распятие. Очень обрадовался, нашел храм православный. Ходил на стажировку, жаль только не прошел. Сказали, я слишком конфликтный. Но, слава Богу, нашли мне другую работу. Промышленный ткацкий завод. Изготовление мягких и полумягких обшивок. Вот только в квартире живу с ребятами и девушками, которые все пьют, курят, ругаются, как сапожники. Лукавят. Хотя тут все такое ощущение, что на секретном объекте, а не на заработки приехал. Я молюсь за них. И в комнате со мной в душе хороший, честный парень. Но так же пьет и курит. Ну, хоть матов от него не слышно. И вранья. В общем, сложно мне. Я раньше намного легче переносил такие сожительства. Теперь мне с ними сложно. Они кардинально другие. Завтра еду на завод, проходить технику безопасности. А во вторник уже, наверное, и на работу в смену. Я выучил молитву Игнатия Брянщанинова. Она мне очень помогает. Да и вашу молитву не забываю каждый день. Вот такие у меня тут дела. Хотел еще спросить. Сергей Игнатов добавил меня в друзья, но его никогда нет в скайпе. Ничего плохого с ним не случилось? Жив ли? Здоров ли? Да, жив и здоров. Так что, вот обратили внимание на это? Сколько всего. Вот наши ресурсы. Первый, значит, мой мир. Ну, мой мир, видишь как, не так открылся. Я вам могу в другом мире открыть. Мой мир. Так, где же это тут? О-о-о-о. Так. Это мой мир. Здесь я его сейчас покажу, как он выглядит. И сюда можно писать. Тут можно быть знакомым ближе. Я покажу. Вот она наша. Вот как она выглядит. Добрый плотник. Вот теперь ответ назад пришел. Обратно. Благодарю, дорогой Игнатий Тихонович, за слово. Мой сын Матфея знает на горную проповедь, на память. От Матфея, пятая глава. Да и я в свое время не принял присягу в армии. Еще в учебке в городе Слуцке за проповедь Евангелия среди солдат был сослан служить в город Жлобин. Так сказать, на первоспитание сослов офицеров. Я тогда не понимал, уже бывал их солдат, дедов-то. Почему они так? Мне не повезло-то. Только спустя время, когда я с другими солдатами прибыл в часть, в город Жлобин-то, нам сказали, что мы прибыли в карательный батальон. Так среди ЖДВ войск называют наш батальон. Со всей Беларуси туда ссылают солдат судимости и других. Эта часть лидировала по самоубийствам и неуставным отношениям. В наряды ходили без штык, ножа. В общем, можно представить обстановочку. И вот я там, молодой христианин, в сердце которого горит огонь Божий, опишу небольшой эпизод. Сначала солдат были судимостью. Ага. Там мы и служили, Божьи сыновья и другие. И вот еще молодой сержант. Сижу в так называемой сержантской комнате, где из-за полноты никотинового тумана и отборного мата еле видны были лица других сержантов. Я свидетельствовал о Боге и провозглашал, что в этой комнате будут славить Бога и будут собирать Божьи сыновья и для молитвы все. Конечно, был высмеянный и проклят. Но Бог поругаем не бывает. Интересно. Но Бог поругаем не бывает. Шли месяцы. Я даже и забыл в этой суете армейской о том, что говорил-то. Но Бог не забывает. Где сказано слово веры, там раскинутся цветущие сады. Сады Божьих благословений. Его огонь сошел на нас. На одном из служений в этой комнате сошел Святой Дух на нас. Мы молились, огромный водопад словно. Звуки его разносились по всей казарме. Наполняли все. Тяжелая утопия благодатной вести. Нас было числом двадцать. В этой комнате баптисты, пятидесятники и харизматы. Бог собрал нас вывезти. Он напомнил мне все-все, как я говорил при провозглашении. Вот куда-то исчезло. Ну, как же так-то это? Я же не досчитал. Ну, что-то задел, видать. А вот и нашел. Он напомнил мне все-все, как я говорил, как провозглашал. Было только маленькое сожаление. Почему так мало просил? Почему не всем успел сказать о Христе? Да, действительно, это сожаление. Сочувствую. Ну, и наш православный форум. Вот как он выглядит. Вот как записано. Православный форум Игнатия Лапкина. Ну, и наш видеоканал. Вот. Сегодня, при том, во весь рост. Так, двенадцать роликов выставил сегодня. Одно любит другое, другое. Ну, и все пока на этом. Что вчера делали? Делали. Утром встали, тут свои дела помолились. Володя пошел топить пищу, а я тут еще остался. Ролики решил кое-какие ужать. Новая суббота была, а потом воскресенье. Вот в воскресенье все происходило. Служба богослужения, сразу собрание. Там трапеза была. Мы-то рядом дома поели. Ну, и дали занятия. Я посвятил слово отдельно Сергею Козлове. Но отправляю в другое место. Там будут люди работать над ним. Ну, и большой сайт. Вот, посвятите Библии. Большой сайт. И на этом у нас сегодня все.